Друзья, всех приветствую в ходе торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал и маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря уже чуть больше фундаментальных отчетов, но мы все равно готовимся к супер релизам этой недели, прежде всего данные по американскому рынку труда, которые точно помогут нам прояснить чуть больше перспективы смягчения американской монетарной политики и потенциального снижения ключевой процентной ставки на 50 базисных пунктов. Сегодня перед тем, как мы готовимся к пятнице, в качестве того, чтобы размяться, у нас будут индексы PMI производственного сектора еврозоны, Германии и Англии. В 9.00 уже статистика поинтереснее, это все время GMT, данные по инфляции в еврозоне. В 14.00 по GMT ISM производственного сектора США. Возможно, этот релиз станет основным драйвером сегодняшнего дня и точно не оставит равнодушным американский доллар. И под закрытие торговой сессии нас ожидает несколько выступлений чиновников американского регулятора Бостича, Кука, Баркин и Коллинз. Напомню, что неделю назад, когда мы опять же следили за риторикой других членов и представителей американского регулятора, а именно Гузби, Вильямса и Кашкари, их слова и их поддержка именно того, что Федрезерв все сделал правильно, снизив процентную ставку на 50 базисных пунктов и тезис о том, что такими темпами нужно и дальше смягчать американскую монетарную политику, поддержало уверенность продавцов и поспособствовало тому, чтобы американская валюта оказалась под давлением. Поэтому сейчас ни в коем случае не нужно недооценивать риторику чиновников ФРС, даже если у нас есть возможность ознакомиться с мнением представителей ФРС, не имеющего отношения к самому факту голосования, то есть не голосующие члены Федрезерва. Но это все равно самое ближайшее окружение ФРС, это экономическая элита, которая в целом может нам подсказать конкретные какие-то определенные идеи, дать тезисы для того, чтобы мы с вами порассуждали. Поэтому в целом, я думаю, что день будет интересным. Индекс доллара текущей котировки 100.5. Мы ранее обсуждали данные по индексу цены расходов наличного потребления индекса PC. Да, в базовом проявлении этого индикатора мы не увидели поддержки нашей идеи сохранения дезинфляционного тренда, но если посмотреть на общий показатель, основной индекс PC, то здесь исключительно нисходящая динамика, она очевидна, снижение показателя с 2,5 до 2,2%, и это минимальный показатель с 2021 года. После выхода данных PC, после вчерашней торговой сессии, вероятность того, что американский регулятор снизит процентную ставку на 50 байсных пунктов, составляет 38,2%. Кстати, на открытии вчерашней торговой сессии вероятность снижения ставки на 50 байсных пунктов была чуть больше 40%. Поэтому сейчас показатель плавает, и на него очень сильно влияют заявления представителей ФРС, и каждый даже какой-то майский фундаментальный отчет. Как я уже отметил, сегодня ждем индекса ISM производственного сектора, там, скорее всего, радоваться будет нечему. Промышленность США остается в очень печальном, плачевном состоянии. Индекс держится уже довольно продолжительный период времени ниже 50, и сегодня максимум мы можем увидеть небольшой прирост показателя с 47,2% до 47,5%. Но в целом это будет подтверждение того, что отрасль стагнирует, поскольку ниже 50, и я надеюсь, что на рынке после выхода отчета ISM появится больше возможности говорить о том, что у американского регулятора есть по-прежнему основания для смягчения американской монетарной политики, снижения ключевой процентной ставки. В целом, по доллару, смотря на долгосрок, прежние рекомендации, я полагаю, что в рамках этой недели мы с вами убедимся в том, что смягчение политики неизбежны, и американская валюта после локальной проторговки с большой долей вероятности снова уйдет на тест уровня поддержки 100 пунктов и уже обоснуется ниже. Золото 2,638 долларов за тройскую лунцию, сантименты 50 на 50 практически, поэтому вплоть до выхода данных по EDP, а может быть даже уже пятничного релиза по Non-Farm Perils, мы будем наблюдать за такой повышенной волатильностью этого актива и движениями вверх и вниз. Поэтому готовьтесь, будет, как говорят трейдеры. Пила, продолжительный период времени, практически всю неделю, 2,620-2,650, диапазон дневной проторговки может быть 30-40 долларов, мы к этому уже привыкли, потому что золото остается крайне волатильным инструментом. Но для того, чтобы принять решение, стоит ли пересходить в длинной позиции и ждать новые максимумы, здесь нужно полностью ориентироваться на сантимент, который подскажет нам, когда снова нужно действовать. Друзья, мы дождемся момента, я вам обязательно прокомментирую это. Что касается других валютных пар, евро против доллара 1,1140, сегодня ждем данные по инфляции. В розоне ожидается, что базовый инекс в сентябре остался на прежнем уровне, 2,8%, если будут сюрпризы, прям совсем повезет, это будет означать то, что ЭЦБ точно не станет смягчать экономическую политику на одном из ближайших заседаний. И даже если данные по инфляции нам не помогут, евро вряд ли сможет развить нисходящую динамику из-за все еще мощного потенциала ослабления американского доллара. Британская валюта 1,3370 вчера скорректировалась с локальных максимумов, возможно, реакция на данные по ВВП. Во втором квартале показатель составил рост на 0,5%, прогнозы предполагали значение чуть выше. В годовом выражении рост на 0,7%, прогнозы тоже были чуть повыше. Но это все равно, друзья, пока что не сильно определяющая статистика, потому что в рамках этой недели нас больше интересуют протоколы последнего заседания Банка Англии и слушание по инфляции. Это все события предстоящих торговых сессий. И к тому же, если разбирать показатели ВВП, мы все равно, друзья, придем к тому, что если заработные платы в Англии остаются такими высокими, и останутся такими высокими, как было в последних кварталах, то можно говорить о наличии потенциала значительного для реализации именно накопленных сбережений домохозяйства и последующего роста потребительской активности. Поэтому ВВП, мне кажется, сейчас, с учетом такой динамики по зарплатам, совершенно не объективный показатель, и на нем не нужно зацикливаться. Не забывайте о том, что Банк Англии видит лучше нас риски усиления инфляционного давления, а поэтому до сих пор медлится решением по смягчению национальной монетарной политики. И это и позволяет британскому валюте расти по динамичнее многих других инструментов. Цель 1,35, как и раньше. Доллар-йена, 144,30 текущие котировки. Мы ранее обсуждали политические изменения в верхнем эшелоне власти, в частности, лидером Либеральной демаркетической партии, стал ИСИБА, который ранее занимал должность министра обороны. Я думаю, то, что его можно называть уже по праву и будущим премьер-министром. Японии, в частности, его инициатива провести досрочный выбор 26 октября. Если в конечном счете она будет поддержана, то уже на следующей неделе парламент будет распущен. Что нам известно в текущий момент из того, что комментирует уже ИСИБА, то, что он будет тесно взаимодействовать с Банком Японии, точнее, правительство будет взаимодействовать с Банком Японии. И его первоочередная задача – это простимулировать экономику, провести ряд реформ, в том числе реформ, которые будут направлены на снижение стоимости жизни и улучшение жизни для наименее обеспеченных стоят населения. Но здесь у меня, конечно же, сразу же вопросы. Как он планирует реализовать эти новые меры экономического стимулирования, не опасаясь роста инфляции? Ведь первоочередная задача для него – это бороться с высокой инфляцией. Тут какая-то неувязка. Но я надеюсь, что консультация Банка Японии ему помогут. И, наверное, акцент, что он будет взаимодействовать с Банком Японии, подтверждает то, что японский регулятор все еще держит руку на пульсе, на кнопке, которая предполагает дальнейшее повышение ключевой процентной ставки, чтобы остановить рост инфляции. Я по доллару и иене долгосрочно смотрю вниз, друзья, и каждый рост этого актива, особенно в районе 145, чуть повыше, я думаю, что это прекрасная возможность для вас, если вы ранее не проявляли интерес к этому активу, присмотреться к нему и открыть долгосрочную, тоже короткую позицию. Доллар-канадец без изменений, ждем роста валютной пары. Доллар-франк – то же самое. Американский фондовый рынок, S&P 500, сегодня практически новый исторический максимум, и 5 815 пунктов. 6 000 – все ближе и ближе. И что касается рынка нефти, 71,80 – я скептик в отношении дальнейшего роста, уже, по-моему, говорил на одном из последних брифингов, и сейчас делаю акцент на рост производства нефти в Ливии, после того, как стало ясно, что внутриполитическая борьба вроде бы как завершена, поэтому мы ожидаем плюс 600 тысяч баррелей в сутки дополнительных поставок. Страна ОПЕК планирует увеличить производство больше, чем на 2 миллиона баррелей, начиная с декабря. И вопрос снова к китайским данным. Новые меры экономического стимулирования, да, предложены, задействованы, но когда будет эффект, никто не знает. Пока что мы следим за деловой экономической активностью, а в прошлом месяце индекс КАИСИН промышленной активности, производственной активности, снова снижение с 54 до 49,3, то есть промышленность Китая по данному индикатору оказалась в стагнации. Отсюда и негативный фон, который больше будет топить, на мой взгляд, позиции черного золота. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok